здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала я вас всех приветствуем сейчас будет онлайн расклад тема будет называться так его ли я женщина давайте посмотрим его мысли что он об этом думает его ли вы женщина позиция одна общий расклад загадывайте любимого человека представьте очень хорошо наливайте свои космические кружки чаем кофе пристегиваете и мы сейчас взлетаем подумайте о своем мужчине представьте его хорошо когда вы последний раз виделись что между вами было все что я сейчас буду говорить самого начала если будет резонировать с вашей ситуации значит смотрите расклад до конца если вы чувствуете что тема здесь не ваша вообще не ваш мужчина вообще не понятно что тут я нанесет отключайтесь хорошо и так ваш мужчина сейчас на данный момент кто он чем он занимается смотрим еще а еще она теперь как он видит вас еще как он видит вас еще а отлично теперь его отношение к вам на данный момент смотрите смотрите ваш мужчина он от вас на данный момент на расстоянии он вообще в какие-то поездках я не удивлюсь может быть он куда-то поехал отдохнуть я не знаю там восстановить свое здоровье восстановиться может быть у него командировки может быть он живет в другой стране в другом городе мужчина по звезде сейчас делает все чтобы держаться от вас на расстоянии он тем самым хочет показать что он крутой что вы не имеете на него никаких прав что он вам не подчиняется что у него типа в кавычках новая жизнь что у него так все хорошо он работает он ездит занимается у него своя жизнь и так далее но но здесь мужчина постоянно вас думает он практически живет в прошлом с вами постоянно он утром проснулся и первая мысль интересно она сейчас проснулась нет смотрит в окно холодно солнышко нету думай так надо пойти на кухню заварить себе кофе пока он там заваривает кофе он тоже думает интересно она утром сейчас пьет кофе нет чай что на сегодня пьет садится включая телевизор может быть телевизор или берет телефон смотрит новости и так далее понимает что нужно собираться на работу потихоньку и вот так вот начиная с утра до поздней ночи человек практически постоянно думает о вас мало того что он думает о вас он еще вспоминает как вы встречались как выходили гуляли как вы целовались какой вы оставили после себя впечатление оставили какой запах потому что до сих пор об этом все думает и вспоминать ему потому что этого не хватает меня тут смотрят медийные личности меня тут смотрят женщины которых показывают по телевизору или в театре играют или в цирке кто здесь мужчина за вами наблюдает постоянно потому что он за вами следит прям как будто понимаете где вы себя показываете у него мысли есть к вам приехать к вам прийти я не знаю гримерку постучаться или прийти я не знаю приехать в останкинскую понимаешь или с букетом цветов и дождаться когда вы будете выходить теперь вы как он видит вас кто вы для него да еще забыл сказать если у вас есть общие дети он постоянно думает о детях постоянно вот где они как они мои детки да мои любимые там сын дочь и так далее вот он думает о детях у хотел бы приехать увидеться но как будто сейчас не это невозможно он далеко кстати здесь кто-то выходит из мужчин который живет на высоком этаже вот просто как на высоком этаже так ученика вот где-то я не знаю какой-то скворечник у него там наверху однокомнатные двухкомнатные квартиры ему кого-то сверху все видно вот он сидит сверху как будто вот у него такое 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 поле обозрения что он всю площадку увидит до что внизу происходит и когда он смотрит вдаль вот он пьет кофе а может быть и курит и он думает вот в той стороне находится она блин почему я сейчас не там он видит вдаль какие-то дома стоят и он понимает что вот в той стороне она там а блин почему я сейчас не там а был у меня такой маленький вертолетик я бы сейчас сел бы и туда раз через пять минут там был бы да фантазер у вас однако теперь кто вы вы девятка пентакливая женщина самодостаточная и вообще девятку пентакли я обожаю потому что я обожаю таких женщин вот хочу вам девочки сразу признаться я просто обожаю женщин по девятке пентаклей это вот самое лучшее что может быть итак вы женщина самодостаточная твердо стоите на ногах ни в ком ни в чем не нуждаетесь потому что вы все в своей жизни сделали сами вы построили эту жизнь себе сами так как вы сейчас живете у вас есть недвижимость есть квартира машина деньги банковские карточки так тоже ваши все у меня есть все все есть для жизни я сама себе хозяйка у меня нет командующего у меня нет начальников я сама себе начальница потому что я работаю очень давно я потому что умею кормить людей я могу помогать людям я могу все это нести на себе я знаю с детства что если не я ту никто не сделает я ответственная с детства и сейчас все что вот на чем я построила свое вот это менее государства мини царство на чем я стою это моя заслуга отлично он это понимает прекрасно он это прекрасно видит ваши заслуги он понимает на чем вы сидите на этом золотом троне заработанную вами все он прекрасно видит ему это очень нравится потому что такой женщины можно только гордиться правда ну вот ему вас очень не хватает потому что вы вы там где вы появляетесь в праздник вы несете свет вы несете людям счастья вы такая заводная вы такая компанистская вы такая яркая такая красивая вы умеете радоваться жизни даже когда идет метель когда дует сильный ветер когда заморозки холодно минус 40 вы умеете радоваться тоже этому потому что вы в жизни проходили абсолютно все и эти вот такие вот моменты это тоже но это жизнь как бы это но это нормально такое тоже бывает и гроза и дождик и солнце палево все это тоже бывает жизни я сама по себе оптимистка и у меня все хорошо вот это ему очень вас нравится потому что в нем этого нету в нем этого нету ему нравится вас это качество я бы сказала что вы для него сейчас закрыты закрыты и вы такая знаете ушли всю вся ушла в материалку работа дом семья там хозяйство быть и так далее и так далее я закрылась ко мне не подходите мне сейчас вообще не не до кого мне сейчас не до тебя милая отстань от меня пожалуйста меня сейчас дела дела еще раз дела я зарабатываю кстати девочки раньше вы зарабатывали больше последнее время как немножко тяжело деньги вам идут ой как тяжело и вы пытаетесь этого всего выкрутиться тоже да как бы ну любовь любовью кушать хочется всегда да и вот на кушать надо хорошенечко зарабатывать а тяжело вот сейчас время когда тяжело его отношение к вам бы у него под контролем вы сейчас на данный момент у него пока он под контролем потому что вот он вот тут главное у нас тут сидит лев понимается африканский наверное я не знаю какой еще может быть да или такой нрав у него так африканский этот лев который считает что я тут император я тут бы как бы главный никакая там женщина моя любимая было бы далеко я тут должен под над всем держать контроль куда пошла откуда пришла с кем было и так далее я тут главный мне пожалуйста тут в трех экземплярах пожалуйста напишите по списку чем вы занимались за день вы прекрасно знаете его вы знаете что он африканский такой и вы сказали сейчас напишу я тебе еще шнурки поглажу контролер нашелся мне вы поэтому от него и закрываетесь вы не хотите чтобы ничего права знал но не хотите вы делаете все чтобы этого не случилось вы не выдаете не своих эмоциях не часто не своих чувств на и на поэтому шли вся в работу дела хозяйства потому что она материалка все как бы замещается все закрывается да вся ваша эмоциональная сфера жизни и вообще к нему до все эмоции он смотрит постоянно вашу сторону вот это вот затишье с вами и вот так выбешивает вот вас не выбешивает вам пофиг потому что вам есть чем заняться а его так выбешивает а чё это она закрылась а чё это она я тут слежу здесь вторые сутки когда она попадет на свою онлайн страницу она не заходит а чё это она не заходит а с кем это она а чё так интересно прямо блин пойду покурю а уже нервничаю понимаете здесь мужчина как думает вы заставляете вы нервничаете может быть больше курить я утрированно говорю ну бы я духа я хочу чтобы вы поняли о чем я хочу сказать потому что вы его выбешиваете своей тишиной своей спокойствием а чё это она никакой реакции не тот мне не дает я тут здесь сижу лев такой а тут газель не бегает ни туда ни сюда моя лань что-то не прыгает я тут в окопе сижу слежу за ней с калашником когда я ее тут пристрелю да и к себе заберу она чуть не бегает вообще что происходит вообще не понял чё она тут мне здесь показывает я тут лев я тут главное я ее главный мужчина она чё до сих пор не поняла что ли а детка ты чё такая дерзкая давайте будем смотреть дальше давайте будем смотреть дальше сейчас вопрос сразу в лоб я такая конкретно женщина всегда хочу ходить вокруг да около надо сразу мужчине задавать вопрос ты меня любишь все ты меня хочешь все ты нам не женишься или нет сразу все понятно а то вокруг да около и так смотрим он считает что вы его женщина или нет хотя уже по раскладам чувство что да ну давайте пусть все ответит ответит пусть солнце да как конкретный мужик а он не нравится девочки он мне уже нравится он конкретный да он сказал да потому что вот смотрите вы прям как будто его достойны вы прям солнце яркая красивая вот она мне нравится мне не нравится серые мышки которые себя ничего не представляет мне нравится вот это вот солнышко как вас зовут девочки светлана елена да ваш у вас такими на солнечные огненные потому что вы солнце я не знаю говорил вам об этом чтобы его солнышко его лучик света в темном царстве не говорил не признавался есть потому что такое у вас очень сильная защита такая непробиваемая вот такое ощущение как будто над всеми получается у него манипуляции а над вами не получается на вас такая защита как будто вы такая панцирь у вас такой золотой солнечный какая-то особенная лидерская женщина такая знаете женщина женщина-начальница женщина такая как главнокомандующая до характере мощь и сила такая внутренняя женская вот этого очень сильно цепляет вы и страстная импульсивная такая ух такая знаете и коня на скалу к наскаку остановит и в избу горящую водит женщина ничего не боится да еще давайте давайте раскроем мне нравится мне нравится как его ход мышления нравится девочки любит уже сразу видно еще считает ли он вас своей женщины королевы земли еще девятка воды бриллиант еще старший аркан луна луна и солнце представляете как вы замыкаете круг солнце и луна вы замыкаете круг на себе вы понимаете сейчас постараюсь объяснить как я это все вижу и чувства вы для него бриллиант просто бриллиант потому что вы даете такие эмоции вы его так наполняете вы его так заряжаете что ну вообще никто не нужен из окружающих женщин никто понимаете вы королева земли 9 пентакли это самое лучшее это самая лучшая энергия для женщины вы понимаете потому что женщина должна быть такой она должна быть опорой она же быть хозяйкой он должна быть меркантильной, материалисткой, на женщине все находится, она подпитывается земли, она накачанная, прокачанная вот этой энергией, которую может передать мужчины для осуществления его планов и покорения этого мира. В ком? В женщине только. Он это все видит, он видит вашу женскую суть, у вас женский характер, у вас женская природа мощная. Вы наделены такими женскими чертами, что у других надо учиться еще, вернее другим нужно учиться от вас. У вас женская фигура, что ему очень сильно нравится, ему не нравятся женщины мужикоподобные, но не нравится. Ему нравится вот такая вот, чтобы внизу 90-60-90 все соответствовало, ну я так утрированно говорю. То есть вы понимаете, что я имею ввиду женская фигура? Просто не хочу сейчас это все описывать, я думаю, вы поняли. Дальше. Вы как-то, вы как-то внутренне правильно сформированы, у вас такая женская интересная политика. Вы все прекрасно понимаете, все прекрасно чувствуете. Это то, что ему необходимо как мужчине. Да. Вас правильно воспитывали, и вы впитали правильно. Все. Нет, знаешь, вот в мире есть все, плохое и хорошее, правильно? Вот вы от мира впитали в себя самое хорошее. Вы как благородных кровей. Может быть, вы даже и родились, я не знаю, в рабочей там простой семье, даже неполноценной, например. Но вы впитали от мира все самое лучшее, и вы этим самым как бы стали благороднее. Вы как вот женщина таких благородных голубых тоже кровей. Понимаете, да? А может быть, в принципе, у вас такая хорошая семья была, правильная. Там родители, преподаватели, еще там и что-то такое. Он вас очень сильно чувствует. Он никогда ни одну женщину так не чувствовал, как вас. Я не знаю, с чем это связано, без понятия. Но он вас очень сильно чувствует. Он очень сильно понимает вашу природу. Тем более, что вы практически похожи на его маму. Вот на маму похожи. Я не знаю, чем, но похожи на маму. Ну, потому что он вот так это видит. Он видит это. Давайте еще посмотрим. Второе таинственное мира. И его ли вы женщина? Как он это видит со своей мужской стороны, со своей мужской точки зрения? Насколько сильно вы его, насколько сильно он вас чувствует, как свою женщину? Еще. Да. Второе подтверждение. Вы, дама Пентаклева. Это второе подтверждение, насколько он вас видит, женщину, мать его детей, его хозяйку. Еще. Да. Видите? Старший Аркан Мир. Вы с ним, как одно единое целое. Вы с ним, одно единое целое. Я здесь не знаю, что еще даже сказать. Здесь каждая карта подтверждает то, что он вас видит в свою суть, свою половинку, свою женщину, свое второе я. У этого мужчины, кстати, много было женщин. Или он был женатый. И все познается в сравнении же. Он сравнил. Он как будто... Я не знаю, сколько ему лет, но так ощущение, как будто он уже определился в своей жизни, что ему нужны только вы. Вот так как-то. Но вы вот здесь по восьмерке мечей, вы очень сильно закрыты от него. Кто на самоизоляции, кто на отдаленке сейчас, он практически вас не видит, не слышит. Он далеко от вас. Да. Вы у него видите? В три ипостаси идете. Девочка, женщина и мать. Вот вы как одно единое целое, посмотрите. Как одно единое целое. Он вас видит, ту настоящую истинную женщину. И видит в вас свою мать, кстати. Я не просто так это сказала. Вы у него как по фортуне, да? Как кармическая женщина. Как судьбой данная. Да, да. Да. Кстати, мужчина хочет к вам приехать. Хочет с вами увидеться. Вот если взять его повозку. Вот на этой повозке по жизни он бы двигался только с вами. И с детьми вашими. Общими, да? Вот он так считает. Что рядом с собой я бы никого не посадил бы. Даже родителей, возможно, не посадил бы. А посадил бы ее. Потому что она мой партнер по жизни. Родителей сегодня есть, завтра нету. Правильно? Они не вечные. Но вот до вечности своей, да? Вот до последних дней своих я бы хотел вести рядом с собой по жизни эту женщину. Чтобы она была ко мне, плечо к плечу. Понимаете его ход мысли, да? Как он здесь думает? Потому что вы именно та женщина, которую можете дать ему все, как мужчине. Что он хочет. Вот все могли бы дать только вы. Воеволевая женщина. Да, да. Еще вот подтверждение. Я только говорила про повозку. Смотрите, здесь на лошади вот он и вот вы. Видите? А вот это трудности ваши. Жизненные трудности. Он бы даже через эти трудности с вами вот так вот на своем коне перепрыгнул. Понимаете? Насколько он хочет, чтобы вы были с ним рядом сейчас. Да. Да, опять смотрите. Вот это он. Вот это он. А вот это вот вы. Вот он хочет, чтобы вот так вы на нем получали такие эмоции. Чтобы вы были такой радостной и счастливой на нем. Понимаете? Вот это он. Он считает, что это я. Я выдержу все. Я выдержу все. Я все вынесу. Но я хочу видеть ее на себе вот такой вот счастливой. Старший Аркан Сила. Кстати, мужчина, наверное, сексуально тоже вас желает. И он прекрасно понимает, что вы здесь очень идеально тоже подходили бы. Что вы та женщина, которая ему нужна по жизни и в интиме. Его ли вы женщина, как он считает? Да, 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 императрица, да, вот она беременная с ребенком. И вот он. Давайте будем считать его, что он как конь, да? Вот он, да. Вы с ребенком, вы беременны от него. Здесь мужчина хотел бы. Он уже видит, может быть, вы его же супруга. Он хотел бы еще ребенка, да. Или же он, в принципе, он считает, что я бы женился бы на ней, потому что, ну, она моя женщина, она императрица, она мне родит потомство мое. А что мужчине нужно еще? Что? Его потомство. Конечно. За собой он что-то должен оставить. А мужчина не будет делать, кому попало детей. Он мужчина, не дураки. Я сейчас говорю про нормального мужика. Он не будет делать, кому попало детей. Ему нужна только та женщина, от которой он хотел бы иметь свое потомство. Вот он вас видит, это чтобы, вот у нас было бы с ней хорошее потомство. Я даже еще не знаю, что тут сказать. Здесь так все четко. Мужчина прям сегодня какой-то такой, знаете, разоткровенничался. Наверное, наболела. Наверное, наболела. А он просто устал ждать. Он устал ждать. Да. Он просто уже не может терпеть. Ему хочется сказать о своих чувствах, о своей любви к вам. Старшая Аркан Луна. Потому что он не может столько держать в себе. Это невыносимо. Уже две Луны. И там была Луна, здесь Луна. Это просто невыносимо. Столько терпеть, ждать. Думать, думать. Но это, слушайте, здесь у любого мужика крыша поедет просто. Это мы, женщины, психологически сильные. Мужчины нет. И он в это носит, в себе носит. Он о вас думает постоянно. Вот он утром проснулся, пьет кофе. Что-то там себе как-то непонятно. Даже завтракает уже, не завтракает. И он постоянно думает о вас. А как она? А где она? Как было бы так? А было бы вот так? Он все обо всем думает. Ему тяжело, конечно. А давайте посмотрим причину. Я не знаю, по какой причине вы сейчас не вместе. Что между вами такое произошло? Давайте посмотрим, как он видит эту причину, по которой вы не вместе сейчас. Что там за причина разделила вас? Вот видите? Сто процентов. Или развод официальный. Или вы заблокировали мужчину. Или вы так поругались, хлопнули дверью. А причина в чем? Да, по шуту дураку. Здесь сто процентов остановка и переход на новый этап. Здесь точка в отношениях. А почему? 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 Еще дайте причину. Почему? Еще страх. Страх чего? Что не потянет вас? Еще. Что, возможно, ему другая женщина нужна. Да, поэтому остановка. Что мужчина, он боится, что он вас не потянет. Вы боитесь, скорее всего, да, что мужчина слабый, он гулящий. Ему нужна женщина помоложе, например, да, которая будет под него подстраиваться и так далее. Вот здесь вот такие вот страхи есть. Его страх, как он видит, что он не потянет, что вы круче его. Вы по девятке пентакливой, дама пентакливая, слушайте. Столько, сколько вы зарабатываете, он, наверное, блин, в год столько зарабатывает. Естественно, он понимает, блин, я ее не потяну. Я ее не потяну. У нее там каждая сумка Dolce & Gabbana. У нее там машина, она каждый год меняет Гелендваген. Блин, я ее не потяну. Я утрированно говорю, да, ну, про Гелендваген. Но я, конечно, вы понимали, мужчина понимает, блин, я ее не потяну. Это единственная проблема. Это единственная проблема. Еще. Здесь что-то еще связано. Здесь еще, я не знаю, что-то с сексом еще связано. Может быть, у него, может быть, у него есть какие-то проблемы с сексуальным характером, и он боится проявиться, чтобы вы не разочаровались в нем. У кого-то так проиграется, что мужчина не такой уже вау, как раньше, и он может вас разочаровать. Тоже у кого-то проиграется. Еще как момент. Что он бездействует. Что он практически ничего не делает в вашу сторону. И вы решили поставить точку. Ну, типа, если он не хочет ничего, как-то себя проявлять, смысл тогда, да? Давай поставим точку, потому что я устала. Только общаться там, типа, в интернете, в соцсетях, я хочу поставить точку. Потому что вот та же элементарная, там, разговор в интернете, переписка про секс, и дальше последствий никаких, ну, надоест, понимаете, любому человеку надоест. Вот он точно так же думает. Я же здесь не проявляюсь. Я же тут ничего, как бы, не показываю, да, особенного. Естественно, она устала. Она устала. Здесь у кого-то так проиграется. Да, и в подвешенном состоянии все висит. У кого-то из мужчин есть все-таки сексуальные проблемы. А почему? Что-то я не пойму. Почему? Из-за чего у него проблемы? У кого-то из ваших мужчин, девочки, имейте в виду, есть сексуальные проблемы. Поэтому он тоже вас где-то боится. Боится вас разочаровать. А почему у него проблемы? Почему еще, 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 еще. Меньше гулять надо по жизни. Еще. Потому что у него что-то со здоровьем. Что-то со здоровьем. Может быть, гулял много по жизни, есть проблемы. Или возраст уже не тот, понимаете. Уже, ну, возраст дает о себе знать, что он не такой, как по молодости уже. Тоже, то есть, есть какие-то сексуальные проблемы у него. И он боит вас разочаровать. Что он вам сейчас хочет сказать? Давайте напоследок посмотрим. Что он сейчас вам хочет сказать? Насколько вы его женщина? Да, вы женщина королева огня. Вот, вы у него в сердце здесь, понимаете, пылаете. Точно так же. Еще. Вы его женщина, сто процентов. Вы шестерка жезлов. Яркая победительница. Вы ему доказали, утерли нос. И утерли нос всем его серым мышам, с которыми он там общался, виделся. Угу. Да. Вы ему отомстили, девочки. Вы ему отомстили. Все, расслабьтесь. Да. Вы императрица. Вы ему доказали. Ах, ты сомневался, что я императрица? Что я самая та женщина? Ну, я тебе устрою, кузькина мать. Вы ему устроили, девочки. Устроили. Вы ему утерли нос вот так просто, понимаете. И показали, что вы императрица. Ты сомневался? А вот теперь знай. Все. И он король как король кубковый. На вот этих, на эмоциях своих, наверное, да, на чувствах. Он на вас запал. И он теперь понимает, да, все, она моя женщина. Я без нее не могу. Я ее люблю. Мои хитрости, обманы, манипуляции, интриги, измены, коварства, воровство. Все, что я сделал, мне в обратку пришло. Я ей пытался разбить сердце. Это она мне сердце теперь разбила. Все. Я тут страдаю по любви. Я без нее не могу. Я вот этот вот лев, который хочу быть рядом с ней. Я ее люблю. Она самая лучшая. Рядом никто не стоял. Конечно, конечно, моя девочка. Моя девочка, мой жемчуг, который я люблю. Вы знаете, как тяжело достается натуральный жемчуг? Он сейчас практически везде искусственный. Натуральный жемчуг был несколько лет еще назад. При Советском Союзе. Там еще был натуральный жемчуг. Так что у кого остались сережки или кольца, от бабушки и прабабушки, держите крепко. Потому что на данный момент весь жемчуг практически искусственно созданный. Но он также в воде все. Моллюск создает. Но это в искусственном виде. Понимаете? Не натуральном, не естественном. Поэтому он считает вас натуральный. Вот этот вот жемчуг. Он достается сейчас. Очень сильно тяжело. Его надо нырять в самую глубину. И там искать, рыскать. Очень тяжело. Очень тяжело. Понимаете? Натуральный жемчуг очень дорого стоит. Очень дорого. Поэтому сейчас вас... Я к чему это говорю? Он вас сейчас очень сильно ценит. Очень сильно ценит. А все ценится дорого, когда достается тяжело. Ну так устроен мир. Вы сейчас от него на большом, огромном расстоянии. И чтобы вас достать, ему нужно очень глубоко нырнуть. Очень глубоко нужно нырнуть. Поэтому он вас очень сильно ценит. Хочет вас. Любит вас. Страдает. Переживает. Думает с утра до вечера. И он считает, что именно вы его женщина. Да. Я вам говорю это 100%. Вот такой был расклад. Я вам всем желаю счастья, удачи. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Самое главное, будьте счастливы. Будьте жемчугом. Я не знаю. Для мужчины. Для своего мужчины. Но вам нужно красивое право. Естественно, золотое, красивое право. Чтоб мужчина вас сносил с достоинством. И гордился вами. Вы действительно этого заслуживаете. Будьте счастливы. Я вас всех люблю. Я вас всех обожаю. И до скорых встреч. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok